Читайте и слушайте 7 навыков высокоэффективных людей. Промокод на бесплатный пробный период найдете в описании к видео. 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. Самая известная книга американского бизнес-консультанта Стивена Кови. Впервые опубликована в 1989 году, а в 2004 была переиздана и вскоре вошла в список самых влиятельных бизнес-книг в истории и остается там до сих пор. В своей книге Кови упоминает 7 навыков, которые требуются любому человеку для создания счастливой и гармоничной жизни и рассказывает, как достичь успеха. Будьте проактивны. Проактивность – это умение осознавать свои цели и действовать вне зависимости от обстоятельств и условий. По мнению Кови, проактивность заложена в природе каждого человека, но не всем удается развить этот навык. Чаще мы действуем реактивно, то есть становимся зависимыми от обстоятельств и покоряемся им. В то время как в основе проактивности лежит способность управлять импульсами. Кови приводит пример психиатра Виктора Франкла, который во время войны оказался в нацистском лагере смерти. Почти все его родные погибли в газовой камере и сам он не раз был на волосок от смерти. Он никогда не знал, что случится с ним в следующий момент – отправят его прямиком в печь и забьют или заставят убирать тела погибших. У него могли отнять все, кроме его внутренней сущности. Осознав это, Франкл научился действовать проактивно. Чтобы с ним не делали нацисты, он представлял себя в другом месте и в других обстоятельствах, например, читающим лекции студентам. Многократное повторение этих упражнений обеспечило ему внутреннюю свободу от того, что творилось с его физической оболочкой. И он пришел к важному выводу – между раздражителем и реакцией у человека всегда есть свобода выбора. Франкл мог покориться обстоятельствам, но он сделал выбор в пользу проактивности и не только выжил, но и сохранил разум вопреки чудовищным условиям. Начинайте, представляя себе конечную цель. Приступая к какому-либо делу, всегда создавайте картину итогового результата. Вы должны четко понимать, к чему стремитесь, где находитесь в данный момент и какие шаги стоит предпринять. Представьте, что вам нужно попасть из пункта А в пункт Б. Начиная маршрут, вы должны быть уверены, что двигаетесь в правильном направлении, иначе та скорость, с которой вы туда едете, не будет иметь значения. Более того, если вы не уверены в цели, за время движения она может измениться и окажется, что на самом деле вам нужно в пункт В. При решении любой задачи в первую очередь важно быть лидером, который определяет цель, менеджером, который организует этот маршрут и прекрасным исполнителем, чтобы добраться до цели. Сначала делайте то, что нужно делать сначала. Суть этого навыка в эффективной самоорганизации. Проанализируйте, как именно вы движетесь к поставленной цели и на что тратите ресурсы. Один из эффективных методов работы – это работа с таблицей распределения времени. В нее нужно выписывать все дела в порядке приоритетности. Верхний левый угол – важные и срочные дела. Верхний правый – важные, но несрочные. Нижний левый квадрант – неважные, но срочные дела. Нижняя правая часть – неважные и несрочные дела. Проанализируйте, в какие квадранты попадает большинство ваших повседневных дел. Все, кто большую часть времени тратит на первый квадрант – верхний левый, подвергают себя огромному стрессу. Ведь постоянное решение важных и срочных задач – это работа в авральном режиме. Необходимо научиться делегировать хотя бы часть этих дел. В квадранте 3, нижним левым, обычно находятся дела, приоритетность которых продиктована целями других людей. Это звонки, ответы на вопросы, проверка электронной почты. Посвящая этому большую часть своего времени, вы не приближаетесь к достижению собственных целей. В квадранте 4, нижняя правая часть, находятся дела, которые не приносят никакой пользы. Это праздное и бесполезное времяпрепровождение. Очевидно, что стоит держаться подальше от таких занятий. Чтобы повысить свою эффективность, нужно свести к минимуму деятельность в квадрантах 3 и 5. По мнению Кови, для повышения продуктивности важно уделять большую часть времени делам в квадранте 2, несрочным, но важным. Сюда относятся процессы, которые поддерживают ваш ресурс. Это поиск новых возможностей, любые профилактические действия, установление новых связей, планирование и восстановление сил. Думайте в духе «выиграл – выиграл». Парадигма Win-Win приобрела значительную популярность в деловой среде. Она состоит в том, чтобы при взаимодействии результат удовлетворял интересы обеих сторон. Кови назвал этот навык межличностным лидерством, а жизнь – ареной для сотрудничества, а не для соперничества. Концепция «выиграл – выиграл» – одна из шести парадигм, которые мы обычно используем для взаимодействия с другими людьми, она исключает любое ущемление интересов сторон. Помимо нее есть еще парадигмы. Выиграл – проиграл, проиграл – выиграл, проиграл – проиграл, выиграл – выиграл, выиграл или не связываться. Каждый из участников взаимодействия должен четко осознавать свои ценности и следовать целям. Для успеха необходимо сотрудничество, которое зависит от их общих усилий. Рассмотрим эту концепцию на примере бизнес-переговоров. Чтобы реализовать сценарий Win-Win, представители двух компаний должны пройти следующие шаги. Взглянуть на проблему с точки зрения собеседника, определить главные задачи, предложить свои варианты решений, проработать единое совместное решение, которое удовлетворит интересы обеих сторон. Только в этом случае сотрудничество можно назвать успешным. Эта парадигма – не только бизнес-прием, такой сценарий можно использовать во время любого взаимодействия с окружающими. Сначала стремитесь понять, потом быть понятым. Стивен Кови рекомендует натренировать эмпатическое слушанье, то есть научиться видеть и понимать позицию собеседника. Представьте, что вы пришли к окулисту с жалобой на ухудшение зрения, а он вместо того, чтобы подобрать вам очки, снимает и протягивает вам свои. Вряд ли они вам подойдут, и вы наверняка останетесь недовольны приемом. Тот же самый принцип действует и в общении. Не делайте выводов, основываясь на личном опыте. Попытайтесь понять собеседника, обращайте внимание на его слова и на его чувства. Достигайте синергии. Синергия – это взаимовыгодное творческое взаимодействие. Кови настаивает, что целое всегда больше, чем сумма его частей, поэтому важно умение кооперироваться. Для достижения лучших результатов нужно окружить себя единомышленниками. Сами по себе мы способны на многое. Но во взаимодействии мы принимаем и другие точки зрения, открываем разум и сердце для поиска новых возможностей и свежих идей. Лучший пример синергии – это рождение ребенка. Для того, чтобы дать кому-то новую жизнь, нужно взаимодействие двух противоположностей и один без другого точно не справиться. Это касается всех сфер – и работы, и семьи. В ходе общения участники переговоров находят решения, которые превышают все изначальные ожидания. Затачивайте пилу, постоянно совершенствуйтесь. Представьте себе, что вы в лесу встречаете человека, который с ожесточением пилит дерево. Он говорит, что уже несколько часов пытается спилить его и еле-еле стоит на ногах. Вы советуете ему прерваться и заточить пилу, чтобы работа пошла быстрее. Но он восклицает, «Мне некогда, я должен работать». Гнаться за целями и не останавливаться, чтобы заточить пилу, то есть восполнить свои ресурсы – огромная ошибка. Вы – это самое ценное, что у вас есть. И вы должны заботиться обо всех четырех измерениях своей натуры – физическом, духовном, интеллектуальном и социально-экономическом. Только сбалансированное обновление этих четырех компонентов личности поможет вам подниматься по спирали развития и роста. Семь навыков, которые сформулировал Кови – это не отдельные приемы, это целостная методика самосовершенствования, учебник жизни. Идеи Кови помогут каждому человеку построить свою жизнь на принципах эффективности, жить в ладу с самим собой и лучше понимать других. Читайте и слушайте книгу бесплатно в MyBook по промокоду в описании.